С коронавирусом справились еще 7 Ставропольцев. Общее число выздоровевших в регионе превысило 190 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки плюс 15 заболевших. Один пациент скончался. Не забывайте вакцинироваться и соблюдайте правила профилактики. Губернатор Владимир Владимиров поручил отработать все обращения жителей по водоснабжению, которые поступили на июньскую прямую линию. Проблемы с водой коснули всех территорий края. Этот вопрос обсудили на планерке в правительстве региона. Очень много вопросов было, прям много вопросов. Я почему хочу вас, по уважаемому главу, попросить. Практически в каждой территории есть такая сложная ситуация, так вот скромно за увы. А на самом деле это большая публическая проблема. Давайте мы так сделаем. Вот у вас сейчас протокол придет, сейчас вы увидите обращение. Я бы попросил, чтобы вы напротив каждого такого обращения имели дату, год и дату решения этого вопроса. Глава Минжикахо-регион Роман Марченко заявил, что 97% поступивших на прямую линию обращений, связанных с водоснабжением, уже учтены в планах развития отрасли. По ним запланированы работы. Я вас прошу начать, просто начать это все аккумулировать. То, что сегодня не охвачено, ну скажем так, нашими планами по реконструкции, ремонту водопроводных сетей. И мы давайте, может быть, в конце этого лета посмотрим, какой объем этих обращений. И финансовое выражение, и начнем уже и планы дальнейших разрабатывать. Георгиевский продолжает переселять граждан из аварийного жилья. На улице Чугурина строят новый дом на 36 квартир. В него переедут 78 человек, сообщили в региональном Минстрое. Параллельно в округе сносят ветхие и аварийные жилые постройки. Все работы проводят в рамках краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае», нацпроекта «Жилье» и «Городская среда». В Татарке отремонтируют трехкилометровый участок дороги на улице Ленина. По ней местные жители добираются в школу, детский сад, библиотеку и дом культуры. Специалисты уже демонтировали старое покрытие. Вскоре приступят к укладке нового асфальта, сообщили в региональном Миндоре. Также на отрезке установят знаки и нанесут разметку. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 12-й школе села Вырукшуна ремонтируют спортивный зал. Там поменяют напольное покрытие и электропроводку. Покрасят стены, обновят дверные и оконные блоки, сообщили в Управлении по информполитике правительства региона. Ремонт спортзала ведется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования.